Можно создать презентацию, как вот здесь, например, на тему «Борый медведь», а в другом варианте, может быть, на тему «Белый медведь» или еще что-нибудь. Только этим различается. Все остальное абсолютно одинаковое. Ну и макет еще может различаться. Сейчас увидим. Ничего не остановилось. Итак, с сайта «Решу ОГЭ» мы взяли задачу, питаем условия. Пользуя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге «Борый медведь», создайте презентацию из трех слайдов на тему «Борый медведь». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде в ареале обитания и образе жизни «Борых медведей». Все слайды должны быть выполнены в едином стиле. Каждый слайд должен быть заглавлен. Презентацию сохраните в файле, имя которого вам сообщат организаторы экзамена. То есть там будет какой-то числовой такой вот этого файла, что вот обозначающий номер пункта сдачи экзамена, ваш идентификационный номер, может быть номер варианта, что-то составленное из этих цифр, наверное, название файла. И как вот вам скажут, так его и надо будет назвать. Файл-ответы необходимо сохранить в одном из следующих форматов. ODP – это если презентацию делаем в LibreOffice, и PPT, PPT-X, если делаем презентацию в Microsoft, PowerPoint, то есть в более старых версиях PPT, в более новых – PPT-X. В одном из этих форматов. Вам здесь предоставляются исходные материалы. Вот это на сайте ссылка на архив «Борый медведей.Рар». А на экзамене, честно говоря, я точно не скажу. Там архив дается, который надо распаковать или уже готовый. Но в любом случае, наверное, мы его не скачиваем, потому что интернета не будет. Наверное, уже будет готовый в компьютере архив. Ну, вот здесь он у меня распакованный уже. Пока есть. Вот. Вот. Рар – архив не распакованный. То есть, если вам дадут материалы в виде архива, значит, вы в контекстном меню правой кнопкой «Извлечь текущую папку». Делаем. Тогда создается папка, получается, «Борый медведь». И что в ней? Вот папка «Борый медведь». Что в ней? В ней картинки, которые можно помещать в презентацию. Отсюда берем, потому что откуда вы еще возьмете, больше негде будет взять. И текст. Текстовый документ со сведениями о «Бором медведе». Откуда? Надо будет брать фрагменты текста. Можно и свое написать, если вы хорошо знаете, что про «Борого медведя». Это не возбраняется. Ну, зачем? Лучше брать отсюда фрагменты. Конечно, не весь текст, ни в коем случае. Он очень большой. Как мы увидим, много у вас и не поместится. В презентацию поместится очень мало текста. Вот отсюда можно будет брать кусочки текста и вставлять в презентацию. Итак, в задании мы уяснили, надо создать презентацию из трех слайдов на тему «Боро и медведь». И здесь уже некоторые требования сказаны, что все слайды, например, должны быть выполнены в едином стиле. Каждый должен быть озаглавлен. Но кроме этого, тут еще очень много требований. Требования к оформлению презентации. Ровно три слайда без анимации. То есть никакие эффекты, когда появляются объекты щелчком. Как-то красиво вылетают. Это ничего здесь делать не нужно. Смотрите, к сожалению, конечно, к сожалению, в ОГЭ проверяются не ваши творческие способности, не ваши художественные, эстетические способности. Эксперты даже не будут запускать вашу анимацию, чтобы смотреть, как красиво там все это движется, выглядит. Далее проверяться будет презентация в режиме редактирования. Прямо покажу сегодня, как эксперт будет проверять. Поэтому здесь проверяются еще раз не ваши художественные, творческие способности по созданию презентации, а четкое исследование требования к оформлению, которые перечислены в задании. И тоже по таким же требованиям, по таким же критериям эксперты и будут оценивать. Еще раз, даже запускать не будут. А в режиме редактирования будут каждый пункт проверять. Итак, еще раз, ровно три слайда. Должно быть, если у вас будет больше слайдов вдруг, то проверяются только первые три. Остальные игнорируются. Если будет меньше, то, соответственно, и оценка меньше. Параметры страницы. Заданы слайда. Экран 16 на 9. Ориентация альбомная. Мы покажем, где это увидеть, но вообще это по умолчанию параметры. То есть их и не надо, в общем-то, самим настраивать. Они автоматически должны быть установлены. Вот такие параметры 16 на 9. Пропорции экрана 16 на 9. Ориентация альбомная. Но на всякий случай можно будет это проверить. Так ли это? Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах. Все это должно подчиняться требованию. Первый слайд – титульный. Слайд с названием «Презентация». Под заголовки титульного слайда. То есть там должен быть заголовок, а еще под заголовок. Под заголовки титульного слайда в качестве информации об авторе. В презентации указывается идентификационный номер участника экзема. Вы у вас будете написать. То есть вы пишете заголовок. Например, «Бурый медведь» логично назвать. А в под заголовки пишите свой информационный номер. То есть ни в коем случае не надо писать фамилию, имя, учителя класса и так далее. Это ничего не нужно. Вы там сидите за шифрованные, чтобы эксперты не знали, кого они сейчас проверяют, и могли объективно оценивать. Пишется ваш айден. Второй слайд. Основная информация в соответствии с заданием, размещенная по образцу на рисунке макета. Слайда второго. Там должен быть заголовок слайда, два блока текста и два изображения. Но это для этой задачи. Слева два изображения, поменьше размена. Справа два текстовых блока, длиннее, так сказать, расположены. Сверху вот эти две линии означают заголовок. Это не значит, что линии надо рисовать. Не означает заголовок. То есть какой вы хотите, там такой заголовок напишите, но он должен быть. И вот все это располагается на втором слайде. Именно так, как на макете. Вот первый слайд. Титульные названия и информацию об авторе. Здесь ваш ID будет написан. На третьем слайде другое расположение. Здесь, например, три изображения, три текстовых блока, расположенные вот так в шахматном порядке. Сверху тоже заголовок. Дополнительные информации по теме. Основная и дополнительная. Это не очень строго, так сказать. Нормируется, проверяется, какую хотите информацию такую на первом. На втором слайде, какую хотите, такую на третьем. Лишь бы она была по теме. Бурый медведь. Вот это про слайды. Сказано. На макетах слайдах существенным является наличие всех объектов, включая заголовки и их взаимное расположение. Мы смотрим на макет, когда делаем. А вот выравнивание и ориентация изображений выполняется произвольно. В соответствии с замспором. Менять вот как. Показано. Лучше так и делать. А то вдруг эксперт подумает, что не соответствует макету. В презентации должен использоваться единый тип шрифта. Размер шрифта очень строго тоже указывается. Надо ему следовать. На титульном слайде заголовок 40 пунктов. Заголовок на титульном слайде 24 пункта. В других слайдах заголовки тоже 24 пункта. Если у вас внутри текста еще какие-то подзаголовочки, то они так же, как и весь основной текст, 20 пунктов. Текст не должен перекрывать основные изображения и сливаться с фоном. И еще раз подчеркиваю, презентация проверяется в режиме редактирования. То есть запускать ее эксперты не будут. Потому что в режиме редактирования как раз все вот эти моменты и их можно проверить. Давайте про бурового медведя делаем. Ну, скорее всего, будет либер офис. Поэтому открываю либер офис. Презентацию мы создаем. Выберите шаблон. Вот шаблон я советую выбрать, где поменьше. Сон и светлый фон, чтобы текст, у нас сказано, не сливался с фоном. Вот, например, такое. Карандашик ничего не мешает. Первый слайд, второй слайд, третий слайд. Сразу три слайда создаем. Первый слайд. Так, свойства давайте сразу. Свойства. Вот здесь кнопка справа вверху. Свойства слайда. И здесь написано экран 16 на 9, ориентация альбомная. То есть все нормально. Слайд соответствует требованиям. Все слайды такие. Проверили. Закрыли. Это заголовок, который мы напишем, понятно, бурый медведь. Так, и под заголовок еще нужно. Копируем. И тут будет какой-то ваш идентификационный номер и больше ничего. Теперь сразу шрифт. Здесь 33 функта, а нам нужен 40. Посмотрели там требования? 40. Под заголовок 33 по умолчанию, но нам нужен 24. Все. Титульный слайд. Все. Расположены они так, как в макете. То есть сверху. Заголовок снизу под заголовок. По центру. Это там нигде не сказано по центру или как. Похоже на макет. Самое главное здесь это размер шрифта. Наличие заголовка под заголовка и размер. Второй слайд. Там должен быть заголовок. Помним. Но можно не придумывать ничего так и написать основная информация. Посмотрим еще раз на макет. Две картинки слева и два текстовых блока справа. Это сейчас у нас текстовые блоки. В либер офис, конечно, не очень приятно работать, но можно с ним справиться. Мы помним, что они там подлиннее. Как-то так. примерно пока обязательно должно быть два блока. Если у вас будет один большой, это неправильно. Вот два отдельных блока текста. Здесь должны быть размещены изображения. Мы их возьмем из этих материалов. Вставка изображения. Вот как раз где-то бурый медведь. Подвинем. Размер такой хороший. Уменьшать не надо. Еще какой-нибудь бурый медведь. хочется увеличить, например. Смотрите, вот здесь тоже очень важный момент. Если нам нужно увеличить или уменьшить изображение, в самом задании помню, было, что они не искажены или не было задания. Про изображение как-то вообще не видно. Не видно. А в критериях будет написано. Поэтому смотрите, как мы работаем с изображением. Если надо изменить размер, то меняем только за угловой маркер. Вот только так. Если мы тянем за угловой маркер, тогда пропорции изображения сохраняются. Если мы же начнем двигать боковые, вот оно растянутое или получается плюс на Т, и это сразу будет ошибка. Только за уголки, запомни о себе, только за уголки. Изменяем изображение. Так, куда у нас делись ? блоки текста. Ну, мы сейчас из текста наверное вставим. Берем текста немного. например, вот этот небольшой абзац. Копировать, ставить. И надо обязательно посмотреть размер. шрифта. Так, туда попасть. Текст. где у нас панель инструментов форматирования текста. вот вот он шрифт. Нужен шрифт. Так, вот заголовок. Хорошо получается. 24. Так, еще. А текст? не дает туда попасть. Не дает туда попасть. казалось бы, сколько раз уже делали и кто-нибудь может пойти не так. Так, вставим. Цвет черный. Шрифт. Вот еще вспомнил, что шрифт. Сейчас мы сделаем размер 20. Так, выравнивание лучше делать по левому краю. Так лучше смотрится. из шрифта единый тип сказано. Ну вот лучше брать в презентациях такой прямой шрифт ареал или вот как тут либерает шрифт без засечек. А вот в этом в Times New Roman вот тут есть буква B, например, видно засечку. Буква D вот эти вот называются они засечки. Лучше сделать какой-то прямой, например, ареал хорошо смотрится. И еще раз проверим 20 пунктов. 24 пункта. Еще один блок текста. Вот они обязательно два отдельно. И сюда вставим еще какой-нибудь, как вы видите, мы берем небольшой. Ну там было сказано про ареал. ну вот столько возьмем. Больше, наверное, не надо. Содержание не очень важно. Важно, что оно по теме. Так вот можно за образец взять. Взять. Цвет створный к краю. и главный размер 20. Вот сейчас соответствует макету. Два рисунка, два блока текста. Размер проверили. И единый тип. Ну и третий. так, ну это наверное что-нибудь написать вот так, чтобы не исчезали, не терялись. А потом вставим действительно тот текст, который надо. И там их три. Только надо посмотреть еще раз в макет. как расположены изображение, текст, изображение и потом наоборот. Сколько времени требует эта задача. Изображение вставим. Вот большой. Вот мы уменьшаем обязательно за угол за уголок. Когда пропорции сохраняются. Что еще из проборок медведей? Уменьшаем за уголок. Еще. Но только за уголок. Да и медведи. все равно какие картинки. Даже не сказано, что они разные. А картинки обязательно должны быть цветными или черно-белыми? Без разницы? Без разницы. Ну, какие дадут? Вот из этого любые можно брать. А больше же вы нигде их не возьмете, кроме этого архива. Какие вам предоставят? Какие будете брать? Какие есть? Без разницы какие ни было. Тут главное только отсутствие искажений и правильное расположение в соответствии с макетом. Больше ничего не проверяется. Но еще берем какие-нибудь точки текста. даже не вникать в содержимое. размер 20 шрифт прямой без засечек. Так, не очень хорошо, да, наползает текст. Поэтому подвинем. Там было сказано, что текст не наползает на изображение, не перекрывает. И еще кто-нибудь возьмем. Так, по образцу. По образцу. еще. Буквально одно-два предложения. Самое главное, чтобы у нас уместился текст в эти небольшие блоки и цветовин ставила. Чтобы текст умещался в эти небольшие блоки. Почему у нас уже 19? Видимо, это уменьшилось. Так, потом сейчас все вставим и будем еще раз поправлять и проверять размеры. Ну, ладно. Не хочет по образцу. Сделаем. Непосредственно выберем ареал 20 20. Ну, вот они главное, чтобы в шахматном порядке были расположены. чтобы размер был 20, это значит не поместилось увеличить размер блока, подвинуть картинку. еще раз проверить 20. Так, почему 27? Где вообще? А, я еще не писала, да? Дополнитель на я им форма я. Вообще, можно написать что угодно по теме. Например, там ареал обитания или все что угодно. Начинаем заголовка проверять 24. текст 20, текст 20, текст 20. Расположено все в соответствии с макетом в шахматном порядке. и текст не перекрывает изображение, не сливается с фоном и изображение друг друга не перекрывает и мы тоже знаем, что изображения не искажены, потому что мы их строго только за уголки растягивали, сжимали. Только так. Вот, мы сделали обязательно сохранить файл сохранить как? Ну, сохраним ОДПР, то есть презентации созданную в LibreOffice. У экспертов тоже будет возможность проверить ее в LibreOffice. То есть она выглядит так, как вы ее создали. Ну, а имя скажут организаторы. Сохранили. Теперь с точки зрения эксперта. Смотрим. Как-то здесь требования разбросаны по всему заданию то в самом начале сказано, то потом в требованиях, то после макета еще какие-то требования. Поэтому я вот здесь для вас сделала табличку такую и выписала требования. Сначала выписала требования из самого задания. но так по порядку. Какая должна быть презентация в целом? Три слайда без анимации 16 на 9 альбомные. Слайды. Первый заголовок 40 пунктов по заголовок 24. Второй заголовок 24 пункта два изображения два текста текст 20 пунктов по макету. Третий также три изображения три текста по макету. Текст должен быть по теме про бурова медведя все. Размер везде пощелкан проверили. Не перекрывает изображение не сливается с фоном. Изображение вот у вас в задании написано расположенное в соответствии с макетом. Все больше ничего не сказано. Но в критериях которым будут проверять эксперты вы их можете видеть в демо-версии скачать демо-версию и там сначала идут задания потом ответы а потом критерии за что сколько баллов вы можете получить. И там в критериях вот красным выделено то что не было сказано в задании по-моему про единый шрифт тип шрифта не было старайтесь его делать везде шрифт одинаковый ареал так ареал везде изображение не искажены сохранены пропорции в заданиях вам это не видно а в критериях это есть вот по этим критериям будут проверять эксперты да и изображение не накладывается друг на друга не перекрывает текста и заголовок максимум за это задание вы получаете два балла и надо сказать что вроде просто сделать презентацию и вроде бы по заданию вы посмотрите все требования чтобы соблюдались вот во-первых двух требований вы не видите это надо выучить в теме версии эти критерии во-вторых презентации баллы очень легко теряются то есть хотя бы одна ошибка из этого перечня все это уже не два балла а один балл еще одна ошибка все это ноль баллов презентацию вроде делать весело интересно и не сложно но вот легко баллы теряются забыли где-нибудь проверить что у вас 20 другой шрифт или тут не 24 или еще что-нибудь одна ошибка минус балл еще одна ошибка минус балл самая частая ошибка как показывает проверки это скажение изображений и размер шрифта на сторону и ошибки бывают смотрите как будет эксперт проверять размер изображения вот например ученик неправильно сделал он взял немножко растянул эксперт у него такие же изображения он вставляет где-то они купаются вот эти медведи он его уменьшает правильно за уголок располагает вот рядом с вашим делает только за уголок вот получилась ширина совпала а вот так он рядышком расположит а высота не совпала значит видно что ваше изображение слишком вытянута ширине и оно уже искажено даже в глаза не бросается а вот так видно так просто зарубить себя на носу изменяем изображение только за угол только за угол тогда все будет хорошо и единый шрифт то что или было там а единый тип шрифта единый тип шрифта написано вообще-то но единый шрифт понимается что либо шрифт засечка либо шрифт без засечка мне кажется лучше вообще один и тот же взять ареал да и все здесь делается тогда уж точно будет все нормально так вот по презентации так вопросы еще есть у вас нету хорошо переходим к другому заданию то есть вам на выбор хотите презентацию если вы любите делать презентацию умеете больше и более себя уверенно чувствуете а хотите делаете текст значит на выбор предлагается форматирование текста так закроем пробурованное медведя задание создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст обычно воспроизведя все оформление текста имеющиеся в образце вам дается образец вот например про углерод но у вас где это будет на бумажном бланке не скопируешь не вставишь даже если на компьютере все равно в виде картинки текст придется набирать никакого скопировать не получится данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания отступ первой строки первого абзаца основного текста 1 сантиметр текста тоже строгие требования расстояние между строками текста не менее одинарного но не более полуторного междустрочного интервала основной текст выровнен по ширине текста вот красного просто я то что касается таблицы отделяла вот все в перемешку про текст а теперь тут же про таблицу пошло в ячейках первого столбца таблицы применено выравнивание по левому краю потому что про выравнивание говорят в ячейках второго и третьего столбцов по центру в основном тексте и таблице есть слова выделенные полужирным курсивным шрифтом и подчеркиваемым ширина таблицы меньше ширины основного текста таблица выровнена на странице по центру горизонтально при этом допустимо чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере поскольку ширина текста зависит от размера в странице в этом случае разбиение текста на строке должно соответствовать стандартной ширине абзаца интервал между текстом и таблицей не менее 12 пунктов но не более 24 пунктов текст сохраните в файле имя которого вам сообщат организаторы файл ответа необходимо сохранить в одном из следующих форматов dt или doc или docx то есть либо в либер офисе либо в microsoft офисе более старые версии были новые версии вот образец текста больше там нет других требований то есть все здесь но тоже не очень удобно читать все как-то сплошным текстом но еще там нервозные обстановки экзамена можно какие-нибудь требования пропустить поэтому придется несколько раз прочитывать все эти вам требования или сейчас потренироваться много раз эти тексты пописать и уже выучить эти требования вот образец текста он состоит из собственной текста и таблицы вы видели что отдельно есть требования для текста отдельно требования для таблицы так создадим либер офисе документ write и напишем этот текст слева задание справа напишем думаю что сначала надо писать не обращая внимания на форматирование сначала редактируем спешим потом форматируем то есть приводим внешний вид соответствия углерод посмотрим сколько времени займет 8 углерод один из химических примеров диодической таблицы 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 менделеева вот видите у меня поместилось больше тут перенесено слово менделеева у меня уместилось ничего страшного там как и было сказано ширина не обязательно такая же на земле на земле в свободном виде в свободном виде в виде в виде алмазок графита так же входит вставку многих строк известных вводных сменения не так часто наверное приходите набирать мы привыкли уже копировать вставлять все руками углекислого газа здесь нитка метки последние годы ученые путем получили новую структуру углерода скобочка в графе точка это текст так таблица таблица вставить таблицу таблица вставить таблицу раз два три столбца три строки так включились нитимы символы отключим их вещество плотность запятая килограмм на метр таблица пока так напишем безформатирование темпера ураг вот ламиния градуса так градуса наверное надо вставить сразу вставка специальные символы значим градусом вставить так специальные символы значим градусом градусов цельсия дальше текст продолжаем графит алмаз 2100 1500 700 1000 вот мы все набрали репетировали если там ошибки нам подчеркнет но графин просто неизвестное видимо слово поэтому пропустить форматируем снова возвращаемся к заданию и читаем основной текст так текст размер 14 пунктов везде устанавливаем 14 отступ как обычного начертания обычного ничего мы с ним не делали отступ первой строки один сантиметр отступ обязательно устанавливайте ни в коем случае не пробелами эксперт включит невидимые значки и все ваши пробелы сразу появятся это очень большая ошибка ошибка будет обязательно строго по линейке ровно один сантиметр на линейке у нас сейчас сантиметры вот верхний треугольничек поставили на метку один сантиметр расстояние между строками то есть междустрочный интервал это мы посмотрим в абзаце формат абзац межстрочный интервал одинарный нормально можно не менее одинарного не более полуторного так это сделали выровнен по ширине так где у нас здесь панель форматирована вот по ширине то есть левый край ровный правый край ровный по ширине но таблицу пока пропустим в основном тексте таблицы есть слова выделенные выделяем вот только смотреть внимательно больше других нет углерод жирно периодическая таблица Менделеева подчеркнута и есть курсив название всех этих веществ алмазов курсив и не надо графита курсив углекислого газа известняка нефти здесь подряд все названия веществ графен курсив жирным подчеркиванием курсив можно сосчитать курсив 1 2 3 4 5 6 7 слов 1 2 3 4 5 6 7 слов так ширина таблицы ну ладно потом к таблице вот плохо что в перемешку про текст что еще допустимо чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей то есть а тут кстати теперь у меня уже одинаково потому что 14 шрифт но если вдруг у кого-то например другие поля пример были и или наоборот меньше сейчас чтобы побольше уместилось вот и ученик смотрит на образец и думает что Менделеева должно быть обязательно на следующей строчке и он ставит Enter нажимает знак абзаца это тоже неправильно опять же эксперт включил невидимые напечатанные символы и все ваши абзацы проявились вот после алмазов например он видит что строка заканчивается словом алмазов поставит ну и так далее вот некоторые так делают тоже после природных вот все это будет неправильно единственный абзац символ абзаца должен стоять в конце абзаца неважно сколько слов у вас уместилось в одну строку пусть даже Менделеева сюда входит это неважно это прямо указано что ширина текста может отличаться от ширины текста в примере вот эксперт включает напечатанные символы и видит что единственный знак абзаца стоит в конце это правильно и хорошо так текстом все дальше интервал между текстом и таблицей не менее 12 но не более 24 пунктов у нас здесь похоже между текстом и таблицей вообще никакого интервала нет не вплотную что делать ну проще всего наверное ставить строку вот одна пустая строка у нее размер 14 пунктов это значит что она входит в этот интервал от 12 до 24 пункта но тут может быть еще и после абзаца отступ опять же мы должны проверить формат абзац после абзаца 0 тут правда в сантиметрах но 0 он и есть 0 значит у нас между абзацем и таблицей ровно 14 пунктов и это укладывается в допустимый интервал это требование мы тоже соблюли кстати давайте сразу про сантиметры и пункты может так оказаться что здесь настроен редактор так что он дает размеров сантиметра кстати мы сейчас видели как раз 0 сантиметров а нам нужно пункты смотрите запоминайте где так сервис параметры либер офис райтер раскрываем общие вот настройки единицы измерения сантиметр нам нужен пункт то есть точка и точка это одно и то же точка окей что теперь получилось формат абзац после абзаца 0 пунктов могло быть например 10 пунктов а 10 плюс 14 это 24 тоже тоже нормально укладывается вот тут 10 вот этот простой промежуток еще 4 но вот не более поэтому лучше мне кажется сделать ноль и все и не думать про пункты сантиметра теперь кстати на линейке тоже пункты а не сантиметры так формат абзац лучше лучше сделать 0 и все 0 и вставить одну пустую строчку размером 14 пунктов и тогда все будет нормально в пределах нормы вот видите даже вот это тоже проверяется и тут между прочим тоже многие ошибаются наверное не обращают внимание что ли на это расстояние или не знают как посмотреть так так что там тяжкие вздохи еще раз покажу сервис параметры офис вот раскрыт общие единицы измерения точка если надо опять на сантиметры чтобы на линейке были сантиметры так с таблицей работаем во-первых мы видели ширина таблицы да вот можно вот задание с презентацией или это или только одно что-то только а ну вы можете сдать оба тогда ставится больше по-моему когда мы вручную проверяли точно ставилось больше да а сейчас в системе в этой компьютере ну там тоже наверное оба файла будут и ставится лучше думаю что так можно и оба успеете так как бы не вышло хуже что вы будете торопиться успеете то и другое наделось бы побольше ошибок смотрите так как будет со временем так так таблицы да каждый для себя должен определить что он лучше где он лучше ширина таблицы меньше ширины текста мы увидели это требование уменьшили насколько там не важно главное что меньше так мы видим выделение тоже в заголовках жирный остальное не жирный но нам надо чтобы соответствовал макету чтобы температура поместилась в одну строчку так надо убрать уменьшаются символы поэтому мы уменьшим первый столбец уменьшим второй столбец вот теперь совсем хорошо так вопрос как вы делите все таблицы есть ли сейчас границы или нет не очень понятно но чтобы быть уверенным можно вот тут внизу в свойствах таблицы выбрать все границы чтобы явно было видно что граница есть хотя тоже нигде не было написано но вдруг эксперт подумает что не соответствует образцу и выравнивание первый столбец все по левому краю второй столбец все по центру третий тоже по центру проверим второй и третий столбцов все по центру по центру вот где еще ошибаются прямо обидно бывает все сделано идеально и забывают или не знают как таблица сама еще выравнена по центру где это посмотреть опять же мы выделяем таблицу так вот свойства кнопочка внизу свойства таблицы и прям явно видно что у меня сейчас неправильное выравнивание отступ слева а надо по центру и вот так же эксперт проверит он откроет свойства таблицы и увидит должна стоять переключатель по центру окей визуально это может не очень что-то изменилось оно здесь вот в свойствах явно видно выделяем всю таблицу идем в свойства ставим переключатель по центру ну вот кажется все еще раз а теперь давайте как эксперт вот я тоже выписала те требования которые мы видим в задании ну я их тут по порядку написала про текст про таблицу а в критериях кроме этого вот красным цветом есть еще такие строки можно допустить на максимальный на два балла не более пяти ошибок в тексте орфографических функционных то есть можно пропустить знак припинания букву какую-нибудь пропустить слово или или что еще бывает там неправильно написать слово допускается не более пяти ошибок целых пять ошибок можно допустить таблица необходимое количество строк столбцов но это наверное понятно поэтому в задании не написали и не более трех ошибок тоже орфографических пунктуационных пропущена буква или что кстати что я еще не сделала я не сделала метр в кубе это была бы ошибка но это одна из ошибок а их можно не более пяти так где это символы нет наверное так а у нас же есть кнопочка верхний свод верхний итак мы за это задание получаем опять же максимум два балла но здесь можно ошибок больше допустить смотрите на один балл до трех ошибок в тексте плюс до трех ошибок таблицы то есть целых шесть ошибок и это все еще будет один балл а не так как презентация одна ошибка и уже один балл ну два балла без ошибок один балл до трех ошибок в тексте одну или две или три ошибки в тексте вот из этого всего перечня и в таблице тоже три ошибки из этого перечня это все еще не ноль баллов а один или можно сделать идеальный текст и более трех ошибок в таблице это тоже один балл или вообще отсутствовать таблицу можно на один балл можно сделать только текст идеально или наоборот делать идеальную таблицу без единой ошибочки и много ошибок в тексте либо его нет совсем ну а ноль баллов Это значит, например, больше трех ошибок в тексте и в таблице есть хотя бы одна. Это уже ноль или наоборот. В таблице много больше трех, а хотя бы одна в тексте. Так что вот, думайте, как говорится, сами решайте сами, что вы будете делать. В тексте, наверное, и требований больше, но и ошибок больше. На один балл можно допустить. В презентации одна ошибочка, все, прощай, балл. Вот таким образом. И сохраняем. Сохраняем. Под тем именем, который скажет организаторы. Вон ДТ, поскольку создавали в Лимбар офисе. Главное, проверить, чтобы вы ушли и остались на компьютере созданные вами файлы. На рабочем столе они, наверное, будут. Чтобы их потом собрали. Потому что проверять будут не в том пункте, где вы пишете. Файлы будут собраны и переданы в другое место для проверки. На флешках или на чем их там передадут. Проверяться будут в другом месте. То есть, самое главное, все файлы в 13, в 14, в 15 заданиях аккуратно сохранить. Именно они будут проверяться. Так, этот документ я вам скину. Полезные материалы. Вы посмотрите еще раз на критерии. И приходит к концу.